Всем доброго дня! Сегодня снова с вами ВМЗАП. Сейчас расскажу о подводных камнях при переделке двигателя с АХ-55. Это трехлитровый турбодизель, V-образная шестерка на Киа Махав. Что нужно для этого переставить? И самое главное, почему мы это делаем? Это первый у нас Махав, на котором развалился мотор. Был установлен контрактный двигатель, не в нашем техцентре, где-то был установлен. Он проходил буквально пару месяцев, гарантия, конечно же, прошла, и он снова развалился, потому что был там реальный кот в мешке. После чего хозяин привез нам свой автомобиль сюда и свой старый двигатель. Его двигатель мы разобрали, он у нас на выброс пошел, потому что были провернуты коренные вкладыши. Именно вот прям в постели и в самом блоке у нас провернуло вкладыши вот здесь. Смотрите, сразу скажу, кто-нибудь скажет, ну можно же сделать, правильно? Да, можно сделать. Можно отдать, восстановят, проточат эту постель. У меня практика, я сам лично моторы когда делал, я всегда выкидывал и много выкинул моторов, которые уже восстанавливались, делались. Такой мотор с восстановленной постелью, то есть коренных шеек, ну вот у меня в практике максимум два года без нагрузки. То есть это вопрос времени. Опять же, если мы берем какую-то рядную четверку, где не особо большие вложения или там кто-то, допустим, протачивает, делают для продажи, то здесь это дорого, то есть и демонтировать двигатель, и капремонт сам два раза дороже стоит, поэтому здесь мы этими вещами не занимаемся. Ну так что, вернемся к тому, зачем мы переделываем двигатель из АХ-35 под Киа Махав. Дело в том, что на Киа Махав не смог найти клиент, потом мы сами его искали, искали, искали и тоже ничего не нашли. И вариант был только один. Купить двигатель от АХ-55. Это у нас, можно сказать, такой неравный хэтшбэк. Опыта переделки не было. Допустим, у нас были много опыта по D4CB, там 2.5, по двухлитровым и также 2.2, то есть переделывали, переставляли. Что-то нужно было менять по этому мотору, то есть это был первый случай, то есть когда нам пришлось встать такой. То есть мотор найти мы не могли. Ремонтировать этот, либо его нужно было делать как попало на соплях, при этом нужно было вошить большую крупную сумму. Вот, не стали. И нашли мотор от АХ-55. Ребята, которые с нами работают, если не ошибаюсь, фирма в Челябинске. Вот. У них спросили, они сказали, что у них есть опыт, что переставлять, что подходит. Да, они нам прислали двигатель от АХ-55, все видео, скрыли поддон, все показали, что все прекрасно. Он пришел и двигатель оказывается потом, даже они нам уже сказали, они сами ошиблись, их есть на АХ-55 два вида. В блоке отверстия. Смотрите, получается на Махавке и Махав двигатель стоит вдоль, а в АХ-55 стоит поперек. И вот этих опор, вот этих опор под двигатель на АХ-55 нету. И вот эти раз, два, три болты, то есть у нас пришел блок, там были отливы, но отверстий прикручивать не было. И двигатель снова упаковали и отправили обратно в Челябинск. Я успел съездить в отпуск, вернулся и вот меня ждет уже чудо. Сегодня вот буквально за полдня я это все делал, перекинул. Самое главное, то есть при покупке двигателя на АТХ-55 и чтобы поставить его на Махав, это опоры. То есть вот здесь блоки, блоки, вот у нас болты здесь четыре крепятся. У нас вместо отверстий штатных были, отливы под опору были, а резьбы в них отверстий не было. Мы даже позвонили, спросили, может быть мы сами просверлим, будет ли гарантия. То есть просверлим, сделаем резьбу. Но они говорят, не нужно, у нас есть другой мотор, мы вам отправим еще лучше, чем этот. Ну и вот я уже вернусь с отпуска, вот сегодня его начал. Что нужно сделать? Смотрите, сзади сразу маховик. Маховик идентичный, подходит. Вот этот фланец, фитинг, корпус, это даже не корпус термостата, переходник между двумя головками, вот он отличается. Вот это я снял с АХ-55, то что не подходило. Маховик я перекинул просто так, коллектор у нас не подходит, при этом малый верхний. То есть на Мохаве он стоит вот так коллектор, на АХ-55 он стоит вот так. Да, но, то есть его можно будет вот, допустим, вот так вот он у нас стоит, будет сейчас, намахов будет стоять в ту сторону. А на АХ-55 он стоит, то есть на, у него свой коллектор, а вот внутренний один и тот же, то есть менять его не нужно. Компрессор кондиционера, шкив чуть меньше диаметр, насос ГУР, трубка, именно сама трубка, насос один и тот же, то есть именно фитинг под шланг обратки, под этот, вентиляция, вентиляция картерных газов, это две крышки, вот они, их пришлось поменять. Вот так они у нас, вот оно, вот оно, то есть вентиляция по-другому сделана. То есть здесь вот у нас есть отверстие, а там его нет, то есть меняем две крышечки на ГРЭМ. Да, 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 вот эти крышечки мы заменили. Здесь спереди вместо большого ролика под вискомуфту, стоит обычный ролик, его отворачиваем и сюда прикручиваем вискомуфту. Генератор, помпа, вот натяжитель ГУР, все одно и то же, даже блок управления свечами, один и тот же, защитный чехол меняем и все. То есть меняем две крышки вентиляции, меняем сам клапан вентиляции, ну хотя он тоже подходит в принципе. И что, что самое, наверное, из переделок, это щуп. То есть нам необходимо менять плиту поддона, вот эту штуку. Вот такая штука. Если мы ее вот так поставим и посмотрим на двигатель, щуп у Kia Maha стоит вот здесь. Вот как сейчас я это сделал с той стороны. То есть вот, смотрите, у нас здесь вставляется отверстие щуп и тут же вставляется это слив с клапана вентиляции в поддон. То есть мы меняем поддон, меняем маслозаборник, как обычно во всех моторах и меняем вот плиту, потому что отверстие под шуп. Так все, в идеале корпус масляного фильтра, теплообменник внутри, все, один в один, даже коллектора. Даже корпус термостата тот же самый, но надо менять именно вот эту крышку верхнюю. Отвод просто в другую сторону. Вот так, видите, отличие было, смотрите. Это у нас переходная муфта между двумя головками охлаждения. То есть датчик температуры стоит здесь в корпусе, а у нас такие Maha-Fon стоят в трубке. Которая в одной трубке в другом месте. То есть также четыре болточка, все прикручивается, вот прям подходит все. Но для этого обязательно надо снимать турбокомпрессор. Турбокомпрессор тоже не подходит. Турбокомпрессор мы отремонтировали свой родной. Вот она, смотрите, турбина, которая у нас от АИС-55, то есть с контрактного снято. При этом у нее сломан актуатор, они на всех контрактных отломаны. Вот так выглядит турбина от него. И вот различие, как она выглядит от Kia Maha'Fon. То есть если вот так, да, ну как другая. Прикручивается у нее вход-выход все одно и то же. То есть именно вот вывод, заборник, да, вот именно в холодной части у нее совсем другой. То есть выглядит она у нас вот немножко иначе. И, в принципе, все. То есть затрат немного, прокладочек тоже тут уходит буквально немного. Обратку топливную, кстати, тоже на форсунке я менял. На АИС она идет немножко по-другому. И что? Форсунки оставляем те же самые. Их прописываем. Коды. Кстати, здесь нам их закрасили. Пришлось отшкрябывать красочку. Вот прям аккуратно пришлось счищать, чтобы остался видно код топливной форсунки. Коллектор сейчас я не ставлю. Сейчас собираю турбину, потому что коллектор будет мешаться при установке. Именно подсоединять там гуру и так далее, и так далее. И, в принципе, все. Мотор будем вставлять. В двигателе было чистенько, аккуратно. Так же, как и в горловине. Поэтому больше чем уверен, что все будет работать. И по двигателю видно, что его не мыли. Потеков масла не было. Какой-то коррозии, ничего. Ну вот, как-то так. Если вдруг столкнетесь, что у вас развалился мотор, его взять негде. Вы можете приобрести от АХ-55. Так же этот двигатель еще я редко, но видел в машинах Hyundai Sonata. И вполне возможно, что там тоже есть отверстие под опору двигателя. И, возможно, он тоже встанет. Поэтому еще последний момент. Последний момент. Это везде так, знаете. Это мы можем брать ту же Kia Sorento 2.5, да, D4 CB, где мотор ходит дольше, чем у Hyundai Grand Starks. А по сути, мотор один и тот же. У них разная нагрузка и по-разному они ходят. Допустим, в Kia Mohawk он ломается чаще, чем в АХ-55. Там нагрузки практически нет. То есть другая коробка, хотя также полный привод, но мостов, редукторов там уже такого нету глобального. И так как нагрузка на двигатель там ниже, поэтому, скорее всего, он, как и во всех остальных, ходит дольше и лучше. Ну вот, в принципе, и все. Это как вариант, можно сказать, дешево и сердито. Вот с небольшой переделочкой и можно собрать хороший мотор на Kia Mohawk. Пока. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok